Продолжаем еще четверть часа. Здесь в студии Дмитрий Дерунец и Александр Бубнов. 100% футбола. Как вы думаете, ВТБ и Ротенберг в стратегической перспективе совсем отказались от проекта «Динамо» или это временные трудности? Как-то у вас все смешано в голове. Ротенберг не принимает участие в проекте «Динамо». ВТБ занимается этим проектом, финансирует, как было это раньше, так есть и сейчас. Я вас прошу, проходатайствуйте, чтобы Бердыевы вернули в рубин. Дмитрий с кучей восклицательных знаков. Перед Хем. Да, Перед Хем, во-первых. Мы можем обходатайствоваться здесь, но, поверьте, с Казанью, видимо, вопрос решен уже, ну, если не навсегда, то надолго как минимум, потому что Курбан Бердыев едва ли в рубин вернется. Рубин, кстати, мы тоже хвалили, да, обыграл Урал в гостях. Терек, наоборот, небольшой спад попал, однако в этом матче Терек взял верх. Ну да, вот стоило чуть-чуть футболистам выздороветь, потому что там инфекция была у шестерых человек, и Радольфа вернулся. Игра уже другая. Адилсон играл потом. Дмитришев впереди с самого начала играл. Вот, и, в общем-то, знаешь как, они, Зенит и все команды Рашида Рахимова, они закрыться всегда могут. Вот, они, кстати, также не так много пропускают. Вот, ну а когда уже появились игроки выздоровшие, то тогда и атака уже по-другому выглядела. И поэтому не случайно в таком напряженном матче с Рубином они в конце концов держали победу. Ну, видишь, у Рубина Кузьмин не играл капитан команды, а его отсутствие, оно сильно сказывается. Во-первых, он, знаешь, такой вожак, такой лидер команды, плюс атакующий потенциал без него снижается. Вообще, уже можно смело на сто процентов говорить о том, что пятерка участников Еврокубков определилась? Учитывая, что Зенит пятый 46 очков и 41 у шестого Терека. Ну, в общем, да. Да, так что, напомню, пятое место уже дает у нас по-любому путевку в Еврокубке. Конечно, если Зенит финиширует пятым и выиграет Кубок страны, то напрямую попадет в групповой этап Лиги Европы. Это уже будут моменты. Сейчас и у Зенита и у ЦСКА вот с полуфинала Кубка начался довольно такой плотный график. Две игры в неделю, и он продолжится уже, по сути, до конца чемпионата. Вот мы видели и говорили о том, что у Зенита проблемы были, возникли в связи с этим. Продолжатся ли они? Следующий вот надо смотреть по календарю. Кубань, потом финал Кубка с ЦСКА. Нет, после Кубка они с кем играют, нужно смотреть. Здесь вполне возможно, что они могут... В гости к Анжи отправляются. Кто? Зенит. Зенит, да. А ЦСКА с кем играет? ЦСКА у нас сейчас играет в гостях с Уралом. Ну, потом, собственно, 2 мая финал Кубка с Зенитом и дома Терек. Терек, вот, тоже, да, непростая игра с Тереком будет. И я тебе говорю, вот этот плотный календарь, плюс вот эти финал Кубка и полуфинал, да, это все на руку Ростову. Я тебе больше скажу, вот если бы, если бы команды поменять, предположим, да, то я больше, чем уверен, что Зенит, Зенит, вот, если бы после полуфинала играл с московским Динамо, да, то он бы выиграл. А вот ЦСКА если бы после полуфинала играл с Ростовом, то бы там бы Ростов выиграл. Поэтому здесь в какой-то степени Зениту, может быть, и с календарем не повезло. Но вот такая ситуация, которая сложилась, она на руку Ростову. Вот поэтому, поэтому там, например, Андреев, Сергей Андреев, да, известный футболист ростовского СКА, он тренером потом у Рассельмаша был. Он сказал после вот этой победы, что, говорит, все, Ростов чемпион. Ну, посмотрим, весь Ростов живет, конечно, предвкушением этого чемпионства. Что пишете вы? Наилучший футбол за последние 10 лет Спартак показывал с Федотовым и Карпиным. При Федотове тренеры и игроки проверили друг друга, у Карпина был сильный состав. Сейчас дело не в тренере, а в слабых исполнителях, что вот вы нам пишете. Киржакова ли вернуть по поводу Юрия Ладыгина? Ну, я считаю. Ну, давай, да, вот говорили, что там о Спартаке не говорили, да, мало говорили. Вот сейчас, если взять состав Спартака, предположим, Ростова, да, вот дискуссия идет, да, то я считаю, на сегодняшний день состав Ростова сильнее в целом, чем Спартака по исполнителям. Поэтому и результат такой. И, конечно, с такими исполнителями не случайно в начале сезона была пересмотрена задача. Но даже с такими исполнителями и в четверку Спартак не смог попасть. А я вообще прогнозировал между шестым и восьмым местом с такой игрой. Вот сейчас, в общем-то, это все сбывается, и это не случайно. И если Спартак хочет решать серьезные проблемы, вот, им так или иначе придется состав менять. Больше того, есть такая информация, что я не знаю, какой тренер, но вполне возможно, что и Бердеев там намекалась на Бердеева, что когда шел разговор по нему, да, там с ведуном они разговаривали, то, мол, Бердеев сказал, вот пять человек, вот этих, меня устраивает. А всех остальных надо менять, да. На что было, на что было типа сказано, что всех остальных мы поменять не можем. Вот, поэтому вот, еще и поэтому Бердеев может не работать в Спартаке. Александр Викторович, от «Девушки из Казани» вопрос, кто сейчас лучший тренер в российской премьер-лиге? В российской премьер-лиге? На сегодняшний день? Да. На сегодняшний день Бердеева. Вот так вот, может быть, Бердеева в Италию, спросите, есть ли на него в Европе? Думаю, что вряд ли пока сейчас есть. По поводу самба, поможет ли он Динамо? Ну, думаю, что то, как сыграл 15 минут, думаю, выйдет вам сам Карм в основе. Не знаю с кем, с Губачаном или с Хольменом. Думаю, Денисов выйдет и это добавит, конечно же, такой стройный. Ну, он, во-первых, вверху, это и в обороне будет понадежнее, потому что он вверху все может снять. И самое главное, при стандартах он может забить, забить и скинуть, что очень важно. А когда у игры, вернее, когда игра у команды не поставлена, когда ее нет, и когда команда находится в поисках этой игры, но необходимо добиваться результата, как раз вот стандарты, стандарты, они выходят на первое место. Локомотив лишит Ростов чемпионства, как Ростов лишил чемпионства Локомотив в 2014 году. Готов поспорить на что угодно. Может всякое быть, история повторяется очень и очень по-разному у нас в жизни. Александр Ильич, вам спасибо большое. Как всегда, очень интересно, на все вопросы, может быть, не успели ответить. Но так или иначе, наши коллеги продолжат эту тему. Главная тема топ-спорта. Выгодно ли России чемпионство Ростова? И, естественно, обсуждаем и важнейшую хоккейную тему. Александр Радулов не приехал в Новогорск на базу сборной России. Ну и сегодня у нас Олимпийский час. В гостях четырехкратный чемпионок Европы, призер чемпионатов мира, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Анастасия Барышникова и бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Алексей Денисенко. Это Тхэквондо. Оставайтесь. Суперские три часа топ-спорта. А я с вами прощаюсь. До завтра. Продолжение следует.